В Люберцах эколого-патриотическую акцию «Лес Победы» провели на 75 площадках. Жители округа высадили несколько тысяч деревьев и кустарников, а также оформили цветочные клумбы во дворах. Посадим дерево за наших дедов. Ученик 11-го класса кадетской школы Даниил Щербина посадил рябину в память о своем прадеде, который служил в танковых войсках, освобождал Белоруссию. Для меня эта акция, как минимум, символизирует память о заслугах, подвигах наших предков, которые сражались за Родину, за наше настоящее будущее, за свою страну. Это дань памяти тем, кто защищал нашу Родину во все времена, в том числе и в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах. Заслуженному военному летчику СССР Владимиру Ялину почти 99 лет. На фронте он бомбил фашистов Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. Дошел до Берлина. День Победы встретил в Польше. Мы сажаем каждый год ради кого? Ради тех, кто будет после нас жить. Возле дома 375 на Октябрьском проспекте тоже многолюдно. Жители окрестных дворов от мала до велика вышли во двор, чтобы принять участие в акции «Лес Победы». Мы знаем цену этой Победы, мы знаем все, что там связано. Мы все-таки дети того поколения. Это самый лучший праздник для нашего народа. К сожалению, той страны нет, но праздник-то остается праздником. И там служили все. Не было семьи советской, чтобы у кого-то кто-то не служил, не воевал и не погиб. Поэтому для нас это большой праздник. На протяжении всех десяти лет существования акции Люберецкий городской жилищный трест принимает в ней активное участие. В этом году на всей территории обслуживания ЛГЖТ высадили 850 кустов и 100 деревьев. Сажаем чебушник, пузыреплодник, из деревьев клен генала, елки, туи высаживаем. Ну, все максимально стараемся подобрать те саженцы, которые менее прихотливые и более приживаются в нашем климате. За 10 лет к проекту присоединились более 2 миллионов человек. В Московской области ее провели почти на 700 площадках, в лесных массивах, скверах, парках и жилых домах. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.